Была такая статья Forbes в журнале, называлась «Наконец работы». И вот интересно, я тут вижу очень много тех идей, которые вы в мир пытаетесь пробить. Говорили о том, что потеряна будет работа, говорили о том, что падут бизнесы, что вся экономика мира в целом упадет. Самое интересное, головной болью всего мира станет, куда пристроить неработающее население. Это раз. И самое важное, люди должны будут получить не только средства из существования, но некий смысл жизни, способ самореализации. Вот это они считают самым главным. Это вот этот журнал, который говорит в основном, знаете, о деньгах, о работе. Вдруг вот это выходит... Ну, потому что это проблема, что ты будешь делать с неработающим населением. Во-первых, 60, даже 70% населения Земли – это женщины. Представь себе, что все они возвращаются домой. Несчастные мужчины, да? Или как, я не знаю. Второе. Еще где-то 10% минимум, ну, половина мужчин тоже лишаются работы. У нас остается где-то 20% от населения Земли работающих, а все остальные они не нужны. То есть не надо, чтобы они работали. Если они производят работу, никому не нужную работу. Что мы будем с ними делать? То есть это вопрос, что делать? Вот это первый у них вопрос. Что делать с людьми, которые неработающие население? Да. Вы предлагали, чтобы этих людей... Полностью дополнить учебой. Учебой. Воспитанием. Только лишь воспитание, оно может изменить мир, и для этого освобождаются вот эти вот миллиарды людей. То есть вы еще видите и высшую программу. Миллиарды людей освобождаются, чтобы начать учиться. Да, чтобы они перевоспитывались на людей. На людей. Вот немножко добавьте, что это значит. Ты открываешь дверь и выпускаешь оттуда несколько миллиардов человек, чтобы они сели за парты, за компьютеры, в каких-то залах, где угодно, и начали обучаться быть людьми. Людьми в высоком смысле слова. То есть как относиться друг к другу, да? Не только это. Постижение программы природы, цели природы, цели своего собственного развития, по какому пути они идут, куда они идут, чтобы им было ясно, как они управляются силами природы и не существуют в каком-то непонимании, как в каком-то взбытии, а на них действуют силы, они понимают воздействие этих сил и находятся с ними в органической связи. Взаимной. И так вот устремляются вперед в понимании всей этой программы. Видите, вы говорите, мы все время занимались следствиями, а сейчас вы говорите, мы должны учить причину, да? Причину вообще. Почему мы в этот мир появились, да? Да, конечно. Это не удел уникальных каких-то людей, каких-то талантливых? Нет, все абсолютно должны это учить. И пройдет в человека, да? И пройдет, еще как. То есть человек проникнется, для чего он пришел в этот мир, какая цель его приходит? Нет проблем, будет так. То есть тогда вот второй, самый главный вопрос, который считает ФОПС, люди должны будут получить не только средства из существования, но и новый смысл жизни. Это самое главное, да. То есть вот эти два вопроса соединены. Человечество освободилось, 2 миллиарда, 3 миллиарда людей для того, чтобы понять, для чего оно существует. Да, и все остальное человечество через них получит тоже. Это железная связка будет. Если бы так было, это сразу выход из депрессии. Никуда не денемся. Все зависит только от того, как мы это будем делать. Быстро, малой кровью или большими потерями и страданиями.